25-летний юбилей в этом году отмечает Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов. Его открыли в 1992 году на базе протезной ортопедической мастерской по восстановлению правительства республики. С тех пор центр намного продвинулся вперед и сегодня отвечает всем современным требованиям. О работе центра расскажет Саргулана Захарова. Ринат Жангиров заново учится ходить. Каждый шаг это очередная победа над недугом. Результат за месяц реабилитации в центре, как говорят врачи и близкие молодого человека, налицо. Шаги стали увереннее и быстрее, но совсем недавно никто и подумать не мог, что молодой подающий надежды спортсмен окажется в такой ситуации. После окончания Омского летно-технического института он ждал ответа от потенциальных работодателей. Чтобы не сидеть на месте, решил временно устроиться на работу на завод. Работал на электрокаре при сопровождении электрокары. Зацепился за колесо. Штурок или штанина зацепилась. Ну и так получилось, что затянуло правую, потом левую ногу. Неделя лечения, месяц реабилитации и вот Ринат снова стоит. Пусть на протезах и пусть недолго. Но это шаги сильного человека к большому будущему. И такой шанс получила не одна тысяча людей. Всего с 92-го года протезно-ортопедическая мастерская изготовила больше 45 тысяч протезов нижних и верхних конечностей. Как бы предложить самые передовые технологии, самые передовые протезы. В данном случае у нас тут представлен протез бедромодульный. Тут идет скелетированная гильза и протез, рассчитанный для людей с высокой степенью активности, уровнем активности. Центр по поставке комплектующих сотрудничает с передовыми компаниями Германии, Исландии и Америки. А начиналось все с 10 комнат, арендованных у городелечебницах Хату 25 лет назад. Потом нам предложили на рекордозорье здание, которое было рассчитано под лабораторный корпус Министерства экологии. Это был недострой трикотажный. И мы в 95-м году достроили очень быстро. И в ноябре месяц уже заехали. 20 коек было. Тогда в республике так такового восстановительного лечения не было, рассказывает Юрий Степанов. И поэтому было принято решение охватить не только людей, нуждающихся в протезировании, но и всех инвалидов и пожилых людей, в том числе ветеранов, которым была необходима помощь. А это больше нескольких десятков тысяч человек. В 2000 году 2000 долларов дел. Мы построили первый пристрой трикотажный. Первый этаж делаем складом. Второй этаж для восстановительного лечения комнаты. И третий этаж в деревянном варианте актовый зал делаем, где проводим до сих пор культурную досуг реабилитации инвалидов. Потом появился второй пристрой. В прошлом году торжественно открыли новое здание на 50 коек из кабинетами современных методик реабилитации. Так большой популярностью среди пациентов сегодня пользуется соляная комната. Я приехал с Устьянского района. Прохожу лечение здесь уже не в первый раз. У меня бронхиальная астма. Вот появился новый метод. Говорят, хорошо помогает при таких заболеваниях. Надеюсь, что и мне поможет. Кроме этого, работает зал ЛФК, эрготерапии, психолога, логопета, прессотерапии и многое другое. Не случайно пациенты называют центр санаторием. Конечно, заранее мы готовились к этому. Лет за 5-3 мы уже смотрели, изучали разные виды реабилитационной помощи. Были на экскурсиях в центральных городах. В центре приезжают на лечение со всех районов республики. Востребованность велика, говорят врачи. На сегодня в Якутии живут более 50 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. На первом месте по болезни сердечно-сосудистой системы. В частности, люди, перенесшие инсульт. Я провожу с ними массаж, гимнастику артикуляционную. Также мы работаем над словарем, над эмоционально-волевым развитием и вообще над общим развитием. Конечно, нам нужно психологическую поддержку оказывать. За четверть века учреждение выросло из 10 арендованных комнат до современного полностью оснащенного социально-здоровительного центра комплексной реабилитации инвалидов на 160 мест. Надежда на будущее и шанс вернуться к полноценной жизни за это время получили больше 50 тысяч человек. Сарглана Захарова, Евгений Рязанский, Дмитрий Сергучев. Якутия. День за днем.